Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Хочу знать весь мир, смотря по сторонам. Ай-яй-яй, забыл, что было вчера, но помню, что будет завтра новая игра. Ай-яй-яй, не буду верить в утрам, хочу узнать весь мир, смотря по сторонам. Ай-яй-яй, забыл, что было вчера, но помню, что будет завтра новая игра. Базиль, каратель на зале. Друзья, вот, может быть, мы с вами, конечно, гораздо раньше, с детства самого, кричали «Ай-яй-яй», в каких-то случаях, чаще всего, конечно, не очень приятных, но петь «Ай-яй-яй» мы-то стали в 2014 году. В общем-то, не так давно. Между прочим, давно. Это уже три года, Сашенька. Кстати, забавная ситуация, буквально было ровно три года песни. Прямо, по-моему, 22 января. И песня с аутреком к одному из сериалов, и, в общем, все пошло, поехало с тех пор. Получилось так, получилось так. Вообще, песня была написана просто, так получилось, что она стала почему-то... Ушла в народ очень быстро и не полюбили. Ну, и когда уже я узнал, что им понравилась песня, для меня это был шок. Я долго ждал, я знал, что они ее берут, я ждал, смотрел, там она в седьмой только серии появилась. Ну, появилась, это самое главное. Скажи, пожалуйста, ну, получается, три года, да, в группе «Базиль» примерно? Ну... Примерно. По сути? По сути, мне кажется, что... Известной общественности. Мне кажется, что да. Мне кажется, что эту дату этой песни можно, в принципе, относить к началу «Базильи», потому что до этого были определенные, наверное, пробы, хотя, на самом деле... Поиски себя, так или иначе. Музыкой-то я занимаюсь давно, с самого детства, поэтому мне сложно для себя... Были различные группы у тебя, где ты играл, и пел чужие песни. Поэтому мне сложно. Чужие? Да, пел, в разных группах пел чужие песни. Когда-то был в группе «Линия», я пел песни, которые писал наш гитарист. Ну, это было союзно. Что касается вот этой песни, где ты побывал, и какие места тебя захватили, и куда бы хотел махнуть еще, где ты не побывал? Ну, почти нигде не был, получается. Потому что, учитывая, что мир очень велик, я мало где был, но достаточно много где, если сравнивать с среднестатистическим, наверное, человеком. Ну, в принципе, я много побывал. В прошлом году, и что тебя впечатлило? Давай так. В прошлом году я много где был, по сути, получается, что я был и в Испании, я был на Бали, мы в Крым съездили, кстати, с ребятами, давали там концерт. Мы по России покатались. Мне кажется, что-то еще... А, я был во Франции, и в Италии мы тоже... Как-то ты в Францию и Италию так. Я уверена абсолютно, что все эти замечательные поездки, они, конечно же, померкли рядом с одной встречей. Очень важной, знаменательной, и каждый бы на месте Базилия, если бы нам удалось оказаться, мы бы были еще невероятно счастливы и долго-долго бы вспоминали. Я имею в виду, конечно, встречу с Хрюшей. На самом деле, это правда. Это правда. Это главное событие ухать лучшего года. Я уже себе представил, что же могло произойти. Действительно, с Хрюшей было очень круто. Это история, Саш. Я сидел и не мог поверить своим глазам, что реальность... Ты оказался в сказке. Мне было сколько лет? Блин, я не знаю. Хрюша появился гораздо раньше, чем ты. Он уже работал на телевидении давным-давным-давно. Да, это было очень знаменательное событие, конечно же. Ну, расскажи, пожалуйста, какой он в итоге, Хрюш, что в жизни нормальный парень? Абсолютно. Ты свой чувак. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Еще раз здравствуйте, друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Сегодня в концертном зале Базили. Я один с музыкантами. Сразу привет. Очень гордов. Привет. Еще раз огромнейший привет. Человек, который умеет разговаривать с людьми и животными. Как мы совсем недавно выяснили. Не я один это заметил. Я хочу заметить. Зайдите в инстаграм Хрюша и увидите, что у него много друзей. Слушайте, я узнал, что у Хрюши есть инстаграм. Я правда, честным словом, не знал. Хрюш класс. И сколько радости в глазах Романа сразу же появилось. Посмотрите. Это открытие. Скажи, твой инстаграм. Можешь ли ты прожить без инстаграма хотя бы день? Как у тебя? Есть какие-то ломки или абсолютно ты спокойно в этом отношении? Все зависит от того, насколько я занят или чем-то в каком-то процессе нахожусь. Потому что в последние недели-две я вообще-то практически не захожу. Только утром, когда я просыпаюсь, мне это помогает немножко проснуться. Потому что встать я еще не могу. Мне еще тяжело. Я еще лежу. И одним глазом включаю какой-то свет, чтобы отвлечься от того, что я хочу спать. Мне это помогает. И когда ты смотришь, что там уже, листая ленту, что там уже давным-давно все не спят. Уже все позируют, уже красивые, уже около зеркала, уже в лифте едут. Самое обидное в том, что я обычно рано утром, когда я просыпаюсь, смотрю его. И перед сном. И получается, когда я просыпаюсь утром, ничего не меняется. Все, что было вечером, остается. Но зато вечером, когда ты целый день открываешь, там, наверное, приходится тратить прилично все это время. Палец, палец накачал. Слушай, объясни, как ты просыпаешься с утра рано, если ты артист? Артист — такая категория людей, которые ложатся поздно. Ну, позже двух часов в любом случае не заканчивается. Ну, как правило, выступления все заканчиваются ближе к двум-трем часам ночи. Мне хватает шести-семи часов, чтобы выспаться. Я поэтому просыпаюсь спокойно вообще. Жаворонок, Саша. Жаворонок, потому что еще мясо не ест, поэтому это помогает ему легко просыпаться. Я не знаю, может быть. Да точно, сто процентов. Ты не нагружаешь свой организм. Не помнишь уже ощущение, когда ел, да? Сколько уже ты вот? Четыре года. Да. Получается, как раз. Ты все знаешь, что ли? Шпионы сидят. Дело в том, что мы разговаривали, и Базиль говорил, что, в принципе, ну, насколько я понимаю, чтобы писать хорошую музыку, оживляющую людей, необходимо быть самому, в общем, человеком чистым, да? И вот эта пища, она... Не буду утверждать то, о чем не знаю. На самом деле, я думаю, что каждый сам вправе выбирать, что ему есть, что ему не есть. Я не пропагандирую никакой образ питания. Просто как сам ты понимаешь, да. Я знаю, что есть многие люди, которые спокойно себе, прекрасно себя чувствуют и едят все подряд. Так что для таких людей, я думаю, им позволено быть всеядными, пускай кушают, что хотят. Глядя на модные джинсы Базилии, я еще и смею предположить, что человек так же и закаливается. Скорее всего. Какие-то обтирания снегом, возможно, обливание холодной водой, потому что... Или просто я постоянно полы мою. В общем, и то, и другое, мне кажется, очень хорошо. Это есть еще и физическая какая-то работа или нагрузка. Дань моды просто, дань моды. Какие-то активности спортивные, зимние, может быть, сноуборды или что-то есть? Нет, зимних нет. Раньше были, чаще, но я ездил на лыжах. А ватрушка? Почему ватрушка тебя не привлекает? Ватрушка, в смысле, с горки? Это тюбинг. Тюбинг, да, да, тюбинг. Почему? Я... Нет, этой зимой я пробовал. А, штаты после этого? Спускался. Я был в других, но... Ну и что, неудачная какая-то поездка была? Скажи, пожалуйста, есть ли это в Инстаграме? Кстати, у меня есть это видео, надо будет выложить его. Сделай, пожалуйста. Хорошо. А спорт вообще, да, есть. Я четыре раза в неделю занимаюсь. Отлично. Ладно. Ну давайте от спортивных и зимних забав перейдем к музыкальным делам. Ну, говорили, ладно. Что мы... Что? 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 Скоро весна. Угадай эту мелодию с двух пардов. Скоро весна, да. И почему бы нам не спеть эту песню? Песня называется «Мой май». И она вышла в нашем первом альбоме «Ураган». Мой май вдурил теплом, и ты под тем зонтом, и мы бродили, как вино вдвоем. Кипели, как молоко, под мягким солнцем весенним. И было так легко, не говорите, был их сотрясенья. Сны оставили на завтра. Я пишу, она на пара. Затяну по ту же время, пусть до утра не стынет пена. Просто без сна, любая весна. Но полюбить нас лишь одна из ста. Просто без сна, любая весна. Но полюбить нас лишь одна из ста. Просто без сна. Просто без сна. Просто без сна. Просто без сна. Наш май дурил теплом, и мы под тем зонтом Ты отключаешь свой телефон Облака заодно с нами на ярком фоно Вновь расцветает все с запахом ее Я держу тебя за плечи Фонари мерцают, свечи Глаза твои мне навестить, и до утра мы без вести Просто весна, любая весна Но полюбить нас лишь одна из ста Просто весна, любая весна Но полюбить нас лишь одна из ста Просто весна Просто весна Не думать ни о чем под одним зонтом Часов не замечай, вместо снов чай Не думать ни о чем под одним зонтом Часов не замечай, вместо снов чай Просто без сна, любая весна Но полюбить, да слышь, одна из ста Просто без сна, любая весна Но полюбить, да слышь, одна из ста Просто без сна 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 Ой, прям как на записи, прикольная Мы ждем тебя, весна Базиль, спасибо огромное Боже мой, как же хочется теперь еще больше и больше А она придет теперь точно раньше, Саша Теперь да, теперь мы позвали Теперь не денитесь, ребята, все скоро потеплеет Что ты представляешь себе, когда поешь с закрытыми глазами? А поешь ты все время с закрытыми глазами? Что у тебя? Строчка, слова бегут? Или клип уже снимается Или может быть какая-то прекрасная дева События из жизни, Саша Очень как-то по-разному бывает Вообще не всегда предоставляется шанс петь с закрытыми глазами Конечно, нас сейчас могут видеть, может быть, это не совсем Нас смотрят и в эфире и в инстаграме Здорово, но мне на самом деле сейчас очень-очень комфортно петь с закрытыми глазами Я в этом... Нет, это же самое главное Речь не об этом, что здорово, не здорово Так что в итоге там у тебя, ну сейчас, в эти минуты происходит? Все, сразу жизнь проносится Может быть, у тебя как Иосиф Давыдович Кобзону Который в свое время объяснял свою хорошую память Тем, что такое количество невероятных песен запоминает Что у него клиповая картинка То есть всю историю он видит от начала до конца Ну, не скрой глаза Думаю, может, взять так же? Нет? Не знаю, не знаю Надо понаблюдать А мы пока клиповую картинку уже готовую посмотрим Мы сейчас посмотрим твой клип, Базиль, ты же не против, я думаю Да, я за, а что за клип, интересно? Ураган! О, отлично, давайте За главные песни Телерадиоканал «Страна-ФМ» Программа «Концертный зал» Сегодня у нас такой микс и живое исполнение Базиль и группы «Базиль» И клип, внимание, на экран И погромче приемники делайте Страна-ФМ Все к лучшему С малых лет, но очень смело Хотела делать все, что хотела Горела до утра Я забыв про титры Ты положила на жизнь Свои фильтры Пусть так И я тебе, надеюсь, нужен Пустяк Мимо Кремля черпаем лужи Ты жив Куда-то о чужой лжи Ты держи меня, держи Да и так все знают Она ураган И не замечает проблем Мы созданы дышать Себе принадлежат Да и так все знают Она ураган И никто не сбросит Зачем Мы созданы дышать Себе принадлежат Мы созданы себе принадлежат Так свободно И ненапряжно И полуголые в моей рубашке Затаились Мешать политвы Вновь затянуло меня В свои игры Пусть так И я тебе, надеюсь, нужен Пустяк Из воздуха готовим Ужин Бежим Куда-то о чужой лжи Ты держи меня, держи Да и так все знают Она ураган И не замечает проблем Мы созданы дышать Себе принадлежат Да и так все знают Она ураган И никто не сбросит Зачем Мы созданы дышать Себе принадлежат Мы созданы себе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Друзья, этот час в эфире телерадиоканала «Страна ФМ» принадлежит всецело Базилю. Сегодня он у нас главный герой. Базиль? Повелитель, повелитель ФМ-сигнала. И теле тоже, да. Базиль. И группа Базиль. Так в итоге правильно представлять тебя? Да нет, группа Базиль странно, конечно, звучит. Или это Базиля? Получилось так, что изначально когда я начинал все это, я подумал, что я буду там сам под гитару играть. Но я понял, что было бы здорово все-таки с музыкантами. Поэтому уже потом Витьку позвал, потом еще ребят, Женьку. И уже как-то, знаете, уже просто Базиль как-то не культурно, а группа Базиль как-то странно. Так что, так что, называйте как хотите. Будет ли это творческое объединение Базильева? Базиль и его команда. Так как-то нет. Базиль и подсопровождение величайших музыкантов. Его современность. Вокальный инструментальный ансамбль имени Базиля. Так-то уже хорошо, да. Согласна абсолютно. У нас есть уже в наличии один альбом Базиля. Но Базиль ведь не останавливается в написании песен и создании контента хорошего. Рассказывай. Ну, я поставил себе цель в конце марта все-таки релизнуть, назовем это так, новую пластинку. Это будет эпи. И сейчас я всецело стараюсь заниматься только этим. Вот, буквально недавно, кстати, еще вот вышла песня у Лои. Новая называется «Разные». Да. У нас была премьера, и Лоя была гостиной. Да, вот это как раз-таки я написал для нее. Скромный поэт. Так что мы стараемся как-то максимально активно участвовать в творческой деятельности. Не только в своей творческой жизни, но и вообще на российской сцене. Вам понравилась песня? Молодец. Да, отличная. Скажи, пожалуйста, кого нам ждать еще из музыкантов с твоими песнями? С премьерами, да. С премьерами. Твоего авторства. Кому еще писал? Вообще я много кому писал, но далеко не все прозвучало еще. Поэтому я пока не буду, ну я не буду озвучивать, чтобы не сглазить, потому что, во-первых, там еще не все признают, что я писал. Так. Право-то как бы это улетели. Так что, ну посмотрим. Я вам, я намекну, как я сначала услышу. Вспомню, что это мое. Отлично. Ну успехов тебе в написании альбома. Пусть он будет таким, каким тебе его и хочется услышать. А значит, он понравится и нам. Я буду, ну, во-первых, я заранее приоткрою завесу тайны. Если для кого-то это тайна. Он будет отличаться от первого альбома. В первую очередь по саунду. То есть я сейчас делаю все в электронном больше звучании. Но все-таки мы будем применять, естественно, живые инструменты максимально. А что касается смысла и текста, это будут песни про любовь или что-то будет вдруг неожиданно про нелюбовь? Тут мне недавно задавали вопрос по поводу, по поводу, по поводу песни про любовь и все такое. Я понял, что все песни, которые есть в этом мире, они все про любовь. Либо они про любовь к еде. Или про отсутствие этой любви. Либо про любовь, я не знаю, к... К человеку. К езде на машине. Про любовь к бороде. Про любовь, я не знаю, что у нас сейчас играет. К звездам. Либо просто кому-то. В общем, любовь к себе, может быть. Ты сам, какие песни больше всего по стилистике, по смысловой нагрузке? Ну, мы же знаем, что это Высоцкий, Богдан Титамир. В прошлый раз нам рассказывал, Владимир. Это Вы про мое детство говорите. Действительно, что я слышал в своем доме, это папа мой выслушал Высоцкого. Но у меня было много разных пластинок. Вообще пластинок до сих пор очень много дома лежат. Ну, у меня на старой квартире. Вообще, если говорить про стилистику, то я очень много всего слушаю. Прям много-много-много. И в основном слушаю европейскую музыку. И чаще всего это живая музыка, но электронную я тоже очень люблю. Для вдохновения, что тебе надо послушать? Что ты всегда будешь слушать? Посмотреть. Я для вдохновения смотрю выступления молодых, талантливых музыкантов. А в караоке не ходишь для вдохновения? Послушать молодых, талантливых? Неизвестных еще никому? Лепсос петь. Если честно, вообще, очень мало слушаю русскоязычную музыку, но я слежу за ней. Мне интересно, что выходит. Вот недавно в одном интервью сказал, на вопрос, лучшая песня для исполнения в караоке, я сказал, любая песня Лепса. На самом деле, это факт. А почему лучше? Потому что это правда. А почему? Потому что ты можешь выкричать просто? Или почему? Мне кажется, это сложная. Обычно, если я прихожу в караоке, я могу петь все, что угодно, но если я ухожу, я пою рюмку водки на столе. Понятно. Большой привет Евгению Григорьеву, автору песни. Это закон. Все, я ухожу. А можем у тебя попросить прям кусочек исполнить? Прям кусочек-кусочек, а? Ну, припев вот этот самый, пожалуйста. Давай, давай, давай. Права потом отмоете? Давай, свяжемся с автором. Здесь еще всю ночь мыть мы будем мыть. Припев. Только! Я даже заплакал. Браво! Боже, так я хочу, чтобы не останавливались. Продолжай. Мне надо. В горе запершило, аж слезы потихли. Это от неожиданности, наверное. Спасибо, очень круто. То есть всегда финальная такая... Может быть, нужно в концерт ее? Ты что, я ухожу, что ли? Нет, 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 нет. Сидим, мы еще не все пропели и не обо всем рассказали. Водички, Глаз? Давайте. Спасибо, бро. Дорогой Базиль, сегодня на самом деле большая ответственность. Серьезно? У тебя, да, перед тобой стоит, так уж сложилось и получилось, что 9 февраля в нашей стране и в мире это красный день календаря. Подожди, может быть, он знает. Давай спросим. Ну, уже нет, я уже вижу по удивленным глазкам, что нет, не знает. Дело в том, что вся гражданская авиация России сейчас ждет от тебя поздравления. И все стоматологи мира тоже. У них профессиональный праздник. Стоматологов не буду поздравлять. Вообще, это шутка. Это шутка, шутка. Во-первых, огромное спасибо. Получаю, что, в принципе, у меня сегодня тоже немножечко праздник, потому что мой дедушка отработал в гражданской авиации всю свою жизнь. Вот так, он был конструктором у тебя, правильно? Нет, он у меня, он был штурманом. Вот. В аэрофлоте, да, еще. Налетал, наверное. Налетал очень-очень много, да. И когда уже ушел на пенсию до самых последних его дней, ему снилось, что он летает. Так что я поздравляю всех с этим прекрасным праздником. Дорогие, дорогие, уважаемые летчики. И все, кто вообще работает в этой сфере, помогает нам быстро перемещаться для музыкантов, это вообще, мне кажется, чаще в самолете, чем в машине. Нет, 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 нет. Я помню, что я... Кем же я хотел быть? Стоматологов. Стоматологов тоже поздравляю. Кстати говоря, мне очень приятно, что мир стал таким, что я могу с большим удовольствием поздравить стоматологов. Все-таки. Потому что в детстве я очень любил стоматологов. Это был бы мой самый нелюбимый праздник. Сейчас я понимаю, что все-таки... Что это хорошая профессия, нужная. Но мы просто пришли к такому времени, когда ходить к стоматологу, это просто и не страшно, и не больно, и это качественно, кайфово. Базиль, как еще ты любишь проводить свое свободное время? Расскажи, кроме похода по стоматологам. Так, спортивный зал, мы уже выяснили, да. Спортивный зал, да, я себя к нему приучаю сейчас, можно сказать. Потому что я хочу прям привыкнуть к нему, чтобы вот совсем каждый день ходить. Ну это же плохо, мышцы должны отдыхать. Разве нет? Говорит, знающий человек. Ну не обязательно. Совершенно же не обязательно делать тяжелые нагрузки. И можно каждую отдельную группу мышц работать над ней ежедневно. В бассейн. Например, да. Бассейн, кардио, можно все что угодно делать. В целом, вообще, я очень люблю гулять, но начиная с весны, заканчивая осенью. Зимой, честно скажу, как так получается... Ты прям как кот. Так получается. Что повесеннее я люблю идти гулять. И прям до осени. Получается так, что зимой я практически не выхожу. Вот реально, я уже который год так и не посмотрел на нашу центральную елку и не дошел до Кремля. Хотя живу там буквально в 5 минутах ходьбы. Если бы знали, тебе бы эту елку доставили во двор. Просто никто не знал. Хотя бы когда выбирали ее. Могли же проехать через дом Базилия. Ходьба Базилия. Вы знаете, зима сближает людей. Зимой мы собираемся дома. Собираемся с друзьями, с гостями. Достаем малиновое варенье. И поем только... Кахонут у нас есть, гитара. И играем, получаем удовольствие. А играете для себя какие-то квартирники, может быть, записываете? Мы не записываем, мы просто играем. Мы просто играем. И у меня куча же друзей-музыкантов. Я всех всегда зову к себе в гости. И я удивляюсь, почему меня еще до сих пор не выперли с этой квартиры. Потому что мы бывает очень громко это делаем. Знаю, Базилия, что очень скоро смогут просто поднять себе оплату. И ты в состоянии больше. Уже подняли. Придется еще терпеть, в общем. Скажи, как ты относишься к конкурсу Евровидения? Точнее, даже, что там спрашиваешь, как относишься? Хотел бы ты принять участие в этом конкурсе? Что весной очередной нас ждет шоу? Если честно, совершенно бы не хотел. Не хотел? Ну, у меня не ассоциируется конкурс Евровидения с музыкальным конкурсом. А в каком бы ты в конкурсе принял бы участие? С удовольствием, если бы предложили. Вообще не люблю конкурсы. Потому что я считаю, что люди творческие не должны... Их невозможно выбрать, кто лучше, кто хуже. Понимаете? Подождите, а конкурсы красоты? Извините, вы любите? Та же самая история. Я считаю, что выбирать среди творческих каких-то вещей, так же, как и красоту, невозможно. Потому что у всех свой вкус. И не более того. Ты можешь находиться в меньшинстве, может быть, в каком-то стилистических каких-то музыкальных предпочтениях, да, скажем. Но это не говорит о том, что это лучше, либо хуже. Потому что есть достаточно большое количество людей, которые любят какую-нибудь, не знаю, независимую музыку, например, скажем так. Но миром правит попса. И сейчас какой-нибудь инди-чувак с длинными дредами выйдет, поет свое творчество. Если говорить про массы, то, скорее всего, выберут что-нибудь. Есть какой-то, может быть, коллектив, который ты знаешь, любишь, а он не массовый? Извините, единственное, что я хочу сказать. Я ни в коем случае не хочу сказать, что конкурсы – это плохо, потому что конкурсы помогают многим очень талантливым людям появиться на свет. Как вот, допустим, Антон Беляев появился благодаря голосу, но он всегда существовал. Просто это талантливому человеку достаточно было просто появиться на телевизоре, чтобы люди о нем узнали, вот и все. Хотя он столько лет делал хорошую музыку. И для этого эти конкурсы хороши. Но в целом лично мое отношение вы услышали. «Миром правит попса», как сказал Базиль. Запишите, пожалуйста, это в цитаты наших великих гостей. Нет, попса правит не миром. Миром правит поп-музыка, а попса правит только здесь. Ну хорошо, а программы «Концертный зал» сегодня правит Базиль. Внимаем. Следующий номер. Ну что, погнали. А, давайте, Коля. Вот сейчас будет настоящий попса, ребят. Ну, на море. Прости, просто накопилось. Я больше не могу молчать, ссылаюсь на твою милость. Я на пределе, Коля, это минус. И бутики уже не радуют во мне какой-то кризис. Хочу побыть, я снова твоей рыпы, как тогда. Тогда мы познакомились на дальних берегах. Шумели пальмы под луной, как сказочный обряд. Я помню, как была я рада, и ты рад. Коля, 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 увези меня на море. Какая воля, Коля, если летом нет моря? Коля, Коля, я реву от боли. Моей кожи не хватает морской соли. Коля, Коля, увези меня на море Какая воля, Коля, если летом нет моря Коля, Коля, я реву от боли Моей кожи не хватает морской соли Прости, просто накопилось А помнишь, как дельфинов стая мимо яхты проносилась Я на пределе, Коля, это минус Мне пятый раз за месяц снится, как мы веселились Хочу побыть я снова твоей птичкой, как тогда Когда мы познакомились на дальних берегах Шумели пальмы, смелый ветер, твой окутал взгляд Я помню, как была я рада, как и рад Коля, Коля, увези меня на море Какая воля, Коля, если летом нет моря Коля, Коля, я реву от боли Моей кожи не хватает морской соли Коля, Коля, увези меня на море Какая воля, Коля, если летом нет моря Коля, Коля, я реву от боли Моей кожи не хватает морской соли Коля, 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 Коля Коля, 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 Николя Коля, 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 Коля Коля, Коля, Николя Коля, Коля, Увези её на море Какая воля, Коля, если летом нет моря Коля, Коля, она рёвёт от боли Её кожу не хватает морской соли Коля, Коля, увези меня на море Какая воля, Коля, если летом нет моря Коля, Коля, я реву о доле Я и кожи не хватает морской соли Коля, 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 Коля Коля, 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 Коля Опс, погнали, брат Ну что? Я забыл взять, как козу надо было взять Козу, в смысле козу с рогами И ее тоже надо было взять Специальная такая струбочка, которая имитирует звук Крякающие утки, короче Морок какой-то Василий Николаевич, Василий, дорогой уважаемый Скажи, ну вот уже много лет эту песню Своим супругом, своим друзьям Николаем И их девушки распевают Не писали же какие-либо письма Не подписывали петицию Николая всей России Переставелся, да? Да, в общем так, да Поставьте срочно туда, уважаемый Василий, другое имя в эту песню Потому что нет покоя в семье больше Я думаю, что вообще всем Николаем как-то особенно везет, знаете, с песнями в России Хотя и Василием тоже везет Вообще, я вообще Василий Николаевич, поэтому Так вот, я к вам обратилась, поэтому Поэтому мне вдвойне повезло Нет, кстати говоря Есть еще песня у нас про Колю есть, подождите Николай, Николай, Николай А, Николай Любил лай-лай-лай, что ли? Да, еще Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща Мы живем в таком насыщенном информационном пространстве, что сложно откопать Так что песня твоя, Коля, она, конечно, перебила очевидность Затмила сейчас все остальные Абсолютно точно? Спасибо, спасибо Так что ты молодец, что написал Все равно, мне кажется, всех клинок тебе респект большой Написал в 7.15 причем Как сам говорил Наверное, это была шутка Вообще, ну, конечно, с песней Коли достаточно забавная история Потому что, когда ты поешь серьезные песни, а потом у тебя пролетает сатира Многие не успевают переключиться и вообще догнать, что происходит Что этот парень пел нормальные песни, а теперь поет от лица девчонки Что за странная история Так что, ну, я всегда надеюсь на, может быть, какое-то чувство юмора у наших слушателей И вообще у жителей нашей страны Ну, это очень здорово, что оно у тебя хорошее, оно у тебя есть Но, мне кажется, без чувства юмора, ну, как-то совсем было бы скучно, грустно Еще бы Чувство юмора подпытываешь какими-нибудь книгами, комедиями Чтобы как вообще воспитывать жизнь Я не знаю вообще, есть ли у меня чувство юмора Мне сложно судить Кто-то смеется, кто-то нет Кто-то смеется, кто-то нет Но вообще, если говорить про комедии Я люблю французское кино, вообще европейское кино люблю Там очень интересные комедии Они построены не просто на дурацких ситуациях Чувак ударился головой А на, ну, там, интересный там Более изящный юмор Более изящный, глубокий юмор, который с таким глубоким подтекстом может быть Ну, вот как у нас раньше было еще в Советском Союзе все наши комедии Там этот юмор, он был такой завуалированный Ирония Да, такая ирония, ты взрослеешь, то есть я в детстве вообще не понимал все эти наши Шурик и все такое Можно заново пересматривать, пересматривать Мне исполнилось 22, я подумал, господи Я не понимал, о чем здесь речь Оказывается, теперь я понимаю Так что, да, я люблю такой юмор А что касается книг, да, добавь еще По поводу книг Я давно очень уже не читал Я читаю регулярно Но когда я заканчивал школу Я читал еще более регулярно, чем сейчас Сейчас я все не могу никак дочитать И Хемингуэй Меня это расстраивает У меня уже целый год лежит Это огромная книга Только протираешь пыль Я все пытаюсь Нет, я читаю постоянно Но, как правило, у меня все По страничке Все время у меня уходит на какую-то коротенькую литературку Которую Я больше сам пишу, правильно? Знаете? Мне хочется больше читать, если честно И особенно хочется сейчас вернуться к классике Которую мы проходили в школе, потому что Базиль, извини, пожалуйста Но прямо сейчас не получится никак У нас с тобой вернутся классики Даже из конца программы хотя бы Но к музыкальной классике, которая когда-то таковой именно будет Сейчас есть возможность вернуться Но, друзья, мы сейчас посмотрим клип К нам присоединится Джиган Прямо на одну песню О, отлично И обратно Программа «Концертный зал» Телерадиоканал «Страна.ФМ» У нас сегодня в гостях Базилии Мы смотрим клип Смотри и слушай Страна.ФМ Все к лучшему Я готов на все Ради семьи Тебя и детей Я готов на все Любить тебя до конца своих дней Я готов на все Только с тобой я умею летать Я готов на все Ты должна знать Ты должна знать Это больше, чем лавстори Я увидел ее и все понял В ее глазах море Я тону, но не страшно Все остальное уже не важно То, что было раньше Теперь будет все по-другому Когда я с ней рядом, я дома Если ты любил, тебе это знакомо Если нет, то я надеюсь Ты найдешь свой слой Все просто Мы начали жить одним днем Будто мы в девяностых Горячее, чем солнце В ее глазах звезды Я буду ее Келлен Костно Защищать и оберегать И чувства к ней словами Мне не передать И я уже не помню, как жил до нее Она мой мир И я готов на все Я готов на все Ради семьи Тебя и детей Я готов на все Любить тебя до конца своих дней Я готов на все Только с тобой я умею летать Я готов на все Ты должна знать Ты должна знать Это больше чем love story И теперь у нас уже двое Я по-прежнему тобою болен Детский смех в доме Только мы и никого кроме Мы мечтали об этом с тобой Где-то в тропиках под луной Я стану твоим мужем А ты моей женой Ведь без тебя я уже не я Кольцо на безымян Мы семья Давай сделаем детей с тобой Принцев и принцесс Она читает мои мысли как экстрасенс Она дает мне силы Мой экстраверт У нас не экстрасекс Мы летим экстраверт За горизонтом печали Никаких слез и пустых обещаний Я все сумею Если ты за плечами Мой ангел И пусть весь мир знает Я готов на все Ради семьи тебя и детей Я готов на все Любить тебя до конца своих дней Я готов на все Только с тобой я умею летать Я готов на все Ты должна знать Ты должна знать Концертный зал С Александрой Хайрулиной И Романом Шаховым Спасибо огромное Мы конечно еще не расскажем Базиле сегодня Один раз давай скажем еще раз Потом еще спасибо Спасибо Мы тебя еще не отправляем Еще на один раз Скажите пожалуйста Как часто вы с Джиганом Прогулки совершаете на вертолете? Ну пока что это был первый и последний раз Единственный Ну да и единственный Удалось ли полетать Или просто потанцевать рядом? Потанцевали вокруг вертолета Конечно мы летали на вертолете Просто ты сама не вошла в кадры Ну просто пленка закончилась Пленка нынче дорогая Мы решили сэкономить ее Нет очень красивый яркий клип Сочный И конечно все эти вот картинки Опять таки море Это все прям Да это мы снимали на Бали Как раз таки В мае того года Сказочно Ну да да Сказочно Да спасибо Все мы знаем И хэштеги умеем правильные составлять И читать И понимать И интерпретировать Эти хэштеги Ну в общем да Значит по поводу отдыха Скажи пожалуйста Зимний отдых Летний отдых Для тебя только лето Или зима как-то Ездишь например в зиму На тех же лыжах гонять Я раньше часто катался Кстати я уже даже по-моему Начинал об этом говорить В Тарусе мы каждую зиму Ездили кататься У нас там холмистые места Очень здорово Можно кататься на лыжах Когда я переехал в Москву Лет до 18 Мы тоже регулярно ездили Катались У нас там битовский лес И мы по ним Битовский парк Битовский лес Мы по нему катались В итоге сейчас я уже там Не знаю Много лет уже не ездил Но я все хочу в Сочи слетать Мне говорят У меня там друзья живут Говорят что там потрясающе На Красной Поле На Красной Поле Говорят что там лучшие склоны Ну я там был много раз Но я ни разу там не катался Да это непременно Я был в горах Но покататься Говорят что там лучшие склоны Хотя я ни на одном склоне не катался Так что посмотрим Каково это Скажи нет ли у тебя случайно Не появилось ли желание Все таки взять да учиться В строительном институте И забрать таки диплом Время 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 стоит дороже Нежели Ну Нежели просто Это диплом Я не вижу себя В роли инженера Строителя Может быть конечно Я построю себе дом самостоятельно Но для этого Не обязательно получать Диплом Ты так уже в состоянии Не обязательно быть инженером По теплогазоснабжению Вентиляции Скажи А какую-нибудь профессию Ты бы хотел еще Может быть Режиссером Стать Что-то вот еще Творческое Вообще Изначально У меня была цель Пойти на музыкальную Звукорежиссуру Я не нашел факультет Вот и все Есть Есть факультет один По-моему в Кульке Там очень дорого для меня было Я был там Юный студент Там много денег Это стоило И пришлось изучать Самостоятельно Через интернет И я на самом деле Не теряю надежду Что появится Время и возможности Я Либо появится у нас В стране Такой факультет Потрясающий Либо придется Куда-нибудь съездить Поучиться И перевести знания сюда И уже может быть Передать кому-то А уже для чего Чтобы ты сам Целиком и полностью Написал слова Музыку Тут же спел Я и так это делаю Ты свел все это еще Ты вообще никого не пускает На свою кухню В принципе так все и происходит По большому счету Ты все время При сведении находишься Да Но я до конца Никогда не довожу То есть еще Еще можно сказать Ни разу песню Полностью до конца Не свел Не мастерил И вообще считаю Что этим должны заниматься Профессионалы Конечно В первую очередь И я работаю С самыми лучшими Профессионалами Это Ген Логутина Андрей Тимонин Я сейчас не хочу Не говорить про своих музыкантов Я имею ввиду сейчас Техническую Составляющую сведения Потому что Естественно Когда мы писали Все песни Которые вы слышите На нашем альбоме Ураган Они записаны Все живые инструменты Записаны Моими музыкантами Все гитары И гитарные партии Рифф и соло Это все Витя на творчество Мы желаем тебе Получить Эту профессию Это образование Ребятам говорим Огромнейшее спасибо Спасибо С удовольствием И всегда очень рады Мазиль Ну давай Альбом записывай Концерт Это уже ждем И конечно Радость Всегда тебе Приходи Итак Мазиль Придем Концертный зал Страна ФМ От тебя пожелание Какое-то красивое Громкое Всей стране Мне хочется Сказать вам спасибо Дорогие слушатели Что вы находите Сейчас вместе с нами И я хочу конечно Слушатели и зрители Да извините Не могу привыкнуть Потому что Меня еще и смотрят Мы тебя приучим Большое вам спасибо Что вы с нами Что вы слушаете Сейчас этот эфир И вы не переключаетесь Мы для вас Обязательно сейчас Еще сыграем Одну песню Да Конечно Мы успеем Конечно же Я хочу пожелать Всем нашим Жителям Нашей большой страны И не только Мне хочется Чтобы люди были Более открыты Друг к другу Вот И больше позитива Потому что я Выходя на улицу Я постоянно встречаю Людей Которые в своих проблемах Находятся Они особо Не видят ничего Ничего вокруг Сейчас они увидят тебя Сейчас они увидят тебя И все будет хорошо Правда Вот ты Просто свет От тебя исходит Это большая часть Спасибо Слушаем Песню Спасибо Базиль Витя Что за песня Я забыл А День песни И в этот момент Хочу спеть вам песню Она называется Деньги Ребята Держитесь Ребята Пробожайте Все нормально Шоу-бизнес Поехали Не так важны деньги Чтобы жить В мире много того Что можно просто любить И не нужны деньги Чтоб дружить В мире Главное ты Тебя себя не купить Собрать багаж Устроить себе Саботаж Нужны лишь Шлепки И плавки Чтобы поймать Кураж Купить билет И пусть В РЖД Нет ракет Сегодня Это не важно Меня уже Здесь нет И пусть На тебе Штаны Не от кутюр Девчонкам Это не важно Ты полон Авантюр И солнце Сияет Лучами На волнах А я к ним На всех парах Ведь Не так важны Деньги Чтобы жить В мире много того Что можно просто любить И не нужны деньги Чтоб дружить В мире Главное ты Тебя Себя Не купить Море Причал Ну что-то Вдруг Ты заскучал В кармане Ветер Значит Это Начало Начал Мир Полон Звезд Для них Все это Несерьез А справа Милая Дама Что пахнет Лучший Рост И пусть На тебе Штаны Не от кутюр Девчонкам Это не важно Ты полон Авантюр И мир На ладони Пусть так же Для всех Созданы Для нас Они Ведь Не так Важны Деньги Чтобы жить В мире Много Того Что можно Просто любить И не нужны Деньги Чтоб дружить В мире Главное Ты Тебе Себя Не купить Не важно Что думают Те Кто запреты В клетках Просторных Для кого-то Свобода Пятьдесят Квадратных Метров А мне Нужен Ветер Попутный Шопот Деревьев Стройных Э Стоя Двумя Ногами На Одном Квадратные Метры Не так Важны Деньги Что Дружить И так Нужны Деньги Чтобы Жить В мире Много Того Что Можно Просто Любить И не Нужны Деньги Что Дружить В мире Главное Вы Тебе Вам Себя Не купить Ребята Вазиль Страна ФМ Концерт И зал Спасибо Огромное Спасибо Это было Классно Александра Хайрулина Пока Спасибо